— В прошлый раз мы говорили о разных профессиях, причем связанных с торговлей, разных типов торгов. — Собственно, там осталось еще три профессии, которые следовало бы упомянуть. Я очень бегло сейчас скажу, потому что хочу перейти, собственно, на то, что представляет интерес именно для экономистов, как это ни странно. — Значит, среди всевозможных торговых людей, вот есть продавец, есть всевозможные крупные торговцы, которые торгуют и продают сразу в оптовики. — И есть три мелких торговца, которые, собственно, как это ни странно, они редко упоминаются в Талмуде и их очень нечасто обсуждают, хотя я думаю, что людей, которые этим занимались, было очень много. — По крайней мере, одной из профессий точно было очень много. Она называется тагар или тагер, как больше нравится произносить. — И это профессия, которую евреи промышляли потом в очень многих странах и очень много. — Это самая простая вещь. Человек ездит по селам, деревням, городам, где скупает по мелочи всякую продукцию не у производителей, а у согородов. Грубо говоря, представьте себе русского крестьянина, который вообще-то зарабатывает на жизнь не со своего огорода, а там работает в советское время в колхозе, но сейчас на каком-нибудь крупной ферме. Но у него есть огородик, там у него есть морковка растет, курочки и яйца несут, ну и подобные вещи. — Ежели к нему кто-то будет, проходя мимо, спросить хозяин, готов ли ты что-то продать, вот не стоя у дороги, а продать, я скуплю тебя по каким-то там ценам невысоким, впрочем, но прямо на месте, без твоих трудов. — Вот это вот такой тагар. Вот он ездит вот так в округе, потом приезжает в город и перепродает этот тагар. — Профессия, как вам сказать, значит, то, что доходы с нее невелики, есть простое свидетельство, что им разрешено получать доходы, даже если речь идет о чем-то, что существенные продукты питания, им разрешено получать доход больше, чем шестая часть. — Больше двадцати процентов, даже вдвое практически. И понятно почему. Доходы там невелики с этой профессии. — Впоследствии мы их обнаружили в больших количествах вот таких людей, которые разъезжают, скупают и перепродают. — Они же регулярно могут предлагать женщинам, крестьянским женщинам какое-нибудь ремесло не очень квалифицированное, что-нибудь требующее, там, варежки вязать, носки вязать. — Ну, вот такого рода деятельность. Ездят, скупают, перепродают. Такая суетливая довольно-таки работа. — Значит, впоследствии, например, мы таких довольно много обнаруживаем во Франции. Именно евреев заняты этой профессией настолько, что на рубеже XVIII-XIX века, то есть период Наполеона, практически все... — Значит, когда говорилось, что евреи обижают французских крестьян, скупая у них задешево и продавая им, во-первых, что довольно дорого, и было предложено запретить евреям заниматься этой деятельностью, — то, в общем, практически все губернаторы Франции дружно сказали, что без этого крестьяне очень сильно пострадают без этой деятельности. Вообще, такого же рода деятельность была, ну, скажем, в Германии, в Российской империи иногда была, но там чуть-чуть сложнее было. — Ну, вот это вот такая рода деятельности, такого рода деятельности. Значит, то, что эта деятельность как бы подозрительна, то, например, в списке профессий, которые в Талмуте прямо говорится, что не надо детей учить, — то, например, в списке профессий, которые не надо учить детей, нежелательно, продавец, ослятник — это тот, ну, тот же тагар, только с ослом, то же самое на самом деле. Как это ни странно, перевозчик по водам Сафан — это капитан, но шкипер, такой мелкого судна, который перевозит товар. Тагар, кстати, евреев там было много в этой профессии, пастух и, среди всего прочего, кадар. Почему тагар, вот этот самый? Потому что их ремесло, ремесло разбойничали. И там поясняется, что имеется в виду, что, в общем-то, ремесло, располагающее к мошенничеству. Значит, понятно, что работа суетливая. И, да, не очень, ну, то, что она нечистая, но все-таки понятно, вот, по мне очевидно, что практически любой человек, который этим занимается, немножко мошенник просто по определению. Может быть, это будет обидно кому-то слышать. Подобная профессия, есть еще одна профессия подобная — это рухель. Рухель, мы привыкли, что в наше время употребляют это слово как синоним слова «сплетник». Ну, потому что, как бы, это торговец, причем, значит, в Талмуде говорится, что еще Эзра постановил, чтобы в земле Израиля были рухалин, были вот эти торговцы, чтобы женщины имели украшения, и чтоб их любили мужья, вот буквально. То есть, отсюда мы понимаем одну простую вещь, что рухель — это тот самый крабейник, который в русской песне, вот, «эх, полным, полна моя коробушка», — это вот эта вот профессия, вот ровно она. Это человек, который с коробом, причем короб упоминается прямо в Талмуде, с коробом, в котором находятся всяческие женские радости, украшения, косметика, ну, нитки, иголки еще обычно, ну, понятно, что. Женские, именно, как я замечу, именно вот женские радости, вот профессия рухель, это именно женские радости. И он вот с этим товаром объезжает деревни именно, то есть места, где с ярмарками не очень, и предлагает свой такой товар. При этом совершенно хорошо видно всюду, где он. А не упоминается, что это профессия, которая предполагает непрерывное общение именно с женщинами. И в результате этого там высказываются сомнения в их моральном и нравственном облике по понятным причинам, но опять в той же русской песне про коробушку, коробочку, да, так это вот там тоже. При этом то, что профессия нужна, никаких, скажем, вот упоминается регулярно, что в ряде городов есть постановление о том, что чужие не имеют права открыть здесь свой бизнес. Вот это городские положения, городские установления. Например, в нашем городе нельзя открыть там магазин, который продает такой-то товар. Причина простая. Мы считаем, что здесь для местных, только местные должны торговать. Это вполне нормально. Так вот, правила выглядят так, что Рохалим, вот этих корабейников, никаких ограничений на торговлю в городах нет. Они имеют право ходить и обходить дома, ну, как камевые ажоры такие, да, немножечко, но со специфическим, конкретным товаром. Значит, они имеют право ходить от двери к двери, продавать свой товар. Единственное, о чем говорится, оговорка, что они имеют право приезжать и обходить, но не имеют право селиться. То есть на постоянное место они не имеют право претендовать и открыть вместо своей короба открытия магазин. Нормальное им право не доно в местах. Исключение, оговоренное Толмидей Хахамин, мудрецы со справкой из соответствующего училища, им могут дать такое разрешение. Но сразу оговорюсь, что среди Толмидей Хахамин такого рода профессии мало кто занимался. И я сейчас, вот то, что я сейчас начну говорить, как раз будет ясна одна простая вещь. Дело вот в чем. Обычно, когда говорят об отношении мудрецов к профессиям, то приводят список мудрецов, которые занимались простыми ремеслами, типа раби Ягуда был кузнецом, упоминается, что был, кто-то занимался, кто-то делает ботинки, обувщиком. Ну, там, значит, он не раби, извините, Шимон Бен Азай, по-моему, Трипал Шерсть, кстати, очень неквалифицированная, считается, профессия, с очень низким заработком и очень высокой смертностью среди, она вредная профессия. Значит, там можно перечислять таких людей, которые занимались работами не, как бы это сказать, неблагородными, простыми ремеслами. Рамбам в комментарии к, как я вот, среди всего прочего, перечисляет таких мудрецов в качестве иллюстрации мысли, что мудрец не имеет права своей мудрству зарабатывать на жизнь, он не имеет, не должен получать деньги от общины, а должен зарабатывать на жизнь своим ремеслом. И он приводит такой список людей, которые так поступали, тут надо читать, да, при этом он в качестве закона это переносит в Мишне Тура, в Мишне Тура, «Не делай из слов Торы заступ, чтоб копать им», «Люби работу и ненавидь должности», он там коллекционирует эти цитаты, «Тара, несопровождаемая ремеслом, исчезнет», ну и подобные вещи. Значит, надо читать комментаторов, получить наслаждение от возмущения практически всех комментаторов к тому, что он пишет, причем и есть совершенно чудесный, поэтому, как бы, пассаж раби Шимона бен Цена Хадурана, который, если ему, рабом, выпало счастье быть близким к царям благодаря лекарским талантам, то что же должен быть мудрецам, которым не довелось такого, умереть с голоду? То есть он возмущенный. Это идея Рамбома, но при этом там длинные разговоры, то есть это не просто так, вся эта история. Рамбома, по всей видимости, не замечает. Мы вдруг обнаруживаем, что среди Таная, то есть героев Мишны, да, он приводит там, например, рабе Акива был пастухом, Гиллэль рубил дрова, могу долго перечислить, но здесь существенный момент есть. Гиллэль, да, все эти истории про то, что человек занимался неуважаемой работой, они все так или иначе связаны с периодом учебы. Не периодом равенства, а периодом учебы, за исключением, и еще раз, вот эти совсем тяжелые случаи, но от этого кузнецы, башмачники и подобной работы были мудрецы, которые этим занимались. Но то, чего, наверное, Рамбом сам не замечает, что все перечислены герои Таная, среди Амараев мы таких не находим. Я имею в виду Амараев Бавилонских, по-моему, Юрусалимском Талмуде, я таких не знаю. Среди Бавилон, среди героев Талмуда нет, по-моему, практически ни одного человека, который занимается ремеслом. А, вспомнил, Раби Мейер, как известно, был песцом, Причем песцом Стам переписывался Витки Тор. Утверждается, что человек квалифицирован, кстати, при этом песцом, который, ну, не знает как дальше. Но опять это Танай, то есть период Мишны. А вот в период Гемары мы таких не находим. по-моему, чуть ли не единственное исключение, в которое я не верю, кстати, и есть большое обсуждение по поводу Шмуэля. Дело в том, что про Шмуэля есть два высказывания. Он по одному из них он был астрономом, но это правда. То, что он разбирался в астрономии, это правда, потому что есть высказывания, что для меня ясны небесные тропы так же, как тропы родного города Нагарде. Впрочем, чем он занимался, это любопытный такой вопрос, мне очень нравится, потому что ему же принадлежит высказывание, что Тара не находится в астрологии, потому что она не на земле, и когда его спросили, откуда там, ежели ты считаешь, этим заниматься не надо, откуда ты все это знаешь, то он отвечает что-то в стиле как бы не очень грубо, в общем, короче, я это во время изучал свободное время, при этом там грубость просто стоит, не он первый, кстати, кто эту грубость делает, краткое содержание у меня, книжки по астрономии находятся в сортире, где я изучил всю эту астрономию, при этом ничего смешнее, чем читать современные споры, был он астрономом или астрологом, я вообще не знаю, я таких смешных обсуждений в жизни не видывал, по причине того, что различить те времена астрономию, астрологию, я не берусь, что у них разница между Неми и Ии была, ну, разумеется, если мы не говорим про таких людей, как Евдокс или Птоломей, идея, которые были, да, астрономами, именно астрономами, но Евдокс был математиком, а не астрономом, но ему принадлежит главная схема, которая до Коперника, небесная механика, она Евдокс и продержалась, ну, с изменениями, с улучшениями, продержалась до Коперника, этот, этот, да, был не астрологом, но обычно, в общем, различить астролога и астронома в те времена я просто не берусь. Но при этом Шмуэль куда более важная вещь, дело в том, что про Шмуэль утверждается, что он был еще и врачом. Тут надо заметить, что то, что он занимался какими-то медицинскими делами, это практически точно, потому что сохранилась совершенно замечательная история, что, значит, Раби Генай попросил у Мара Угба, это Амараи, один Эрис Астрель, Мар Угба, это вавилонский мудрец, и просили, чтобы он прислал им килорин де Мар Шмуэль, вот так это звучит. Килорин это мазь, просто глазная мазь, это греческие слова, глазная мазь это рецепт Шмуэля, что такая существовала, и тот прислал, значит, при этом, кстати, я не уверен, что это Шмуэль, а не Мар Шмуэля, потому что есть Шмуэль и Мар Шмуэль Мар, вот полностью он звучит так, это там приличная разница во времени между этими двумя персонажами. Но так как я думаю, что именно Мар Шмуэлю принадлежит высказывание, которое заставляет подозревать, что он действительно какое-то отношение имеет к медицине, потому что значит, немножко холодного с утра вымыть руки и ноги горячей водой вечером лучше любой мази в мире. Значит, замечу, что это действительно, ну, для своего времени, все-таки еще учтим, что это где-то четвертый век, если это Мар Шмуэль, если это Шмуэль, то третий век новой эры, что это блистательно, вот, гигиенические нормы, которые полезнее любой мази, мойте руки, дети, мойте руки и ноги и держите голову в холоде, он как бы считает, что это такое, очень, это полезнее любой мази, это сильное, но для тех, кто не в курсе, обычно лекции по санитарии начинают в медицинских факультетах, начинают с того, что санитарные врачи спасли от смерти больше народа, чем лучшие хирурги мира, ну, понятно, почему те люди, которые избавляют нас от массовых заболеваний, массовых эпидемий, это важно, кстати, сам Рамбом среди всего прочего был санитарным врачом, ну, города, который в будущем станет Каиром, то есть, ну, он был еще и врачом в больнице, благотворительным, и гофмедиком, но он был санитарным врачом, одна из его обязанностей был санитарный врач в городе, а он просто был перегружен работой. Значит, то есть, вроде бы были, но я не думаю, что они занимались вот по причинам, которые связаны с как бы теперь вот это сформулировать. Дело в том, что мудрецы Вабилона всегда рекомендовали заниматься своим делом, заниматься какими-то делами, зарабатывать даже и с тем, что не отнимает много времени. А медицинская наука, медицинская практика занимает все предоставленное ей время. В этом проблема. И сам Рамбол, который не от хорошей жизни стал врачом, кстати, для тех, кто не знает, меня сообщает, что Рамбол стал врачом не от хорошей жизни. Просто зарабатывать на жизнь было нужно. Но именно в этот период он жалуется на то, что времени ни на что нет. Медицина все съел. Опять, евреи были, евреи врачи были, и, похоже, довольно много. Но, скажем, мудрецы, вот видно, вот есть простая иллюстрация, как мы узнаем, что эти люди не в профессии. Обычно врачи того времени очень жестко следили за тем, чтобы их секреты не передавались другим. Каждый врач очень следил за своими секретами и, собственно, развитие медицины, начиная с века, мощное развитие медицины, с века 18-го, связано с тем, что врачи стали обмениваться информацией, стали публиковаться книги по медицине. И это и в арабском мире тот период, который Адам Мэкс назвал мусульманский ренессанс, тоже связан с обменами именно письменными знаниями. До этого врачи обычно свои секреты, свои рецепты хранили в большом секрете. Кто мне не верит, пусть почитает или не читает, а поверит на слово, пусть почитает Тацата, где несколько милых высказываний и описаний нравов врачебных в Риме приведены, и читать иначе, как анекдоты, это невозможно. по этому поводу. Простите, пожалуйста, а вы не могли бы привести пример? Чего? Ну, вы только что сказали, что иначе как анекдот это рассматривать нельзя. Вы читаете, ну, Тацат, это же не еврейский автор, это история Рима, там он описывает, как врачи появлялись со своими мазями и хранили в глубоких секретах, но там есть серия рассказов про врачей, которые, например, один из них, все болезни в Риме, очень модный врач был, который выходил, окруженный десятком учеников и слуг, в Риме, чтобы вышел человек приличный без сопровождения десяти рабов, это вообще несерьезно было, значит, и все болезни лечил холодными ваннами, например, так, или там у каждого из них было свое лекарство и они все-все болезни у них тогда это самое, и да, мощно поставленная реклама, сравнимая с агрессивной рекламой там, ну, я не знаю, я не помню, какие последние лекарства рекомендовали всем-всем-всем принимать в диких количествах, но в Риме это была практика и она была, в крупных городах такая практика была. Понятно, спасибо. Мне так очевидно совершенно, что ежели мудрецы свободно в публичных лекциях выдают медицинские секреты на публику, то это означает, что сами они не в профессии, они не собираются этим зарабатывать на жизнь. Я уверен глубоко, что да, среди евреев в Вавилонии были врачи, я могу доказать их. Вот. Но при этом, и то, что они профессиональные, я могу доказать, есть известное высказывание, думаю, что это народная поговорка, вы долго будете смеяться, но русская поговорка лечиться даром, даром лечиться, это цитата из Талмуда вообще-то. Именно про это, что бесплатный врач лечит даром. И, например, это, причем это галахическое суждение, как-то не странно, вот давайте по поводу экономика, закон, как это будет, вот современным, в самом современном образом. Как вы, наверное, знаете, по еврейскому праву, если человек нанес физическую ущерб другому человеку, он должен выплатить четыре выплаты, одна из которых, ну, кроме бюллетеня, время простое в работе, я в прошлый раз упоминал, что, например, бюллетень считается не способность как-то заработать, а не способность заработать в своей профессии. И, например, ежели человек нанес рану на лицо актера, то пока тот не выздоровеет, ему надо платить простой, пострадавшему надо платить простой, это прямой закон Талмута. Вот, теперь такой же закон по поводу человека обязан лечить ближнего. То есть, виновный должен оплатить расходы на лечение. значит, и теперь говорится, что, значит, что стороны могут предложить, а что нет. Значит, ответчик предлагает, что я вылечу тебя сам. Пострадавшие имеют право в этом отказать, потому что, ну, понятно почему, я тебе не дверь. ответчик предлагает, что он пришлет врача и оплатит услуги врача сам. Истец имеет право отказать, сославшись на то, что даром лечиться, лечиться даром. Что если не я плачу врачу, то лечение будет плохое. Обратная сторона. Если пострадавший просят заплатить ему деньги за лечение, а он вылечит себя сам, то теперь ответчик имеет право его отказать в этом вещи. И вот здесь я вдруг с объявлением обнаружу, что это просто современные законы в куче стран. Например, если человеку нанесен ущерб, ну, например, строение, то пострадавшая сторона имеет право через суд потребовать компенсацию за причиненный ущерб, за ремонт. Для этого он должен в суд предоставить документы свои расходы на ремонт дома. Если пострадавшая сторона сама сделала ремонт, то да, материал это через суд он может потребовать стоимость материала, а вот стоимость работы нет. Почему? Потому что он не профессионал, он этим не зарабатывает, поэтому он не имеет права требовать, чтобы ему оплатили ту работу, которая не является его профессией. Обратите внимание, что ровно тот же самый аргумент в еврейском праве зафиксированный на насколько я понимаю в третий век зафиксировал. Просто как судебная практика. Значит, но мы видим, что медицина это профессиональная деятельность, потому что вот это лечиться даром, даром лечиться означает, что врач зарабатывает этим деньги. Это и есть разница между профессиональным врачом и непрофессиональным. Но я не буду сейчас входить в тему можно ли лечиться, можно. Но там высказывание у кого чего болит, пусть идет к врачу, это фраза Талмуда. При этом вот такая. Но я утверждаю, что среди мудрецов, заметьте, еще раз я хочу подчеркнуть, не учеников, а среди уже крупных авторов практически никто не работает постоянным ремеслом. Таких там я не знаю. Давайте сформулирую это так. Я не знаю, это означает, что если бы такой был, я бы где-нибудь прочел. Не прочел. Никто не предлагает ни одного кандидата. Мэр, я не поняла, что ты сейчас сказал. Кого ты не находил? мудрецов, мы не находим ни одного человека, который зарабатывает на жизнь профессиональной деятельностью в области ремесел. Я просто ни одного такого не знаю. Понятно. среди танаев, да, знаю. Танаев, да. Среди амараев, я таких не знаю. Они не этим зарабатывают на жизнь. Вот что важно, они не этим зарабатывают на жизнь. Не по делу вопрос. А вот, например, если действительно речь идет о врачебной услуге, то к кому они обращались? К нееврейским? К профессиональным врачам? К нееврейским? Среди евреев похоже, что врачи были, но к нееврейским тоже. Значит, есть постановления, они, эти постановления симметричны, и они просто радуют глаз, это постановление, это еврейское постановление, которое, значит, я хочу напомнить, значит, есть Мишна, которая прямо говорит, что еврею не следует жить в городе, где нет дальше перечисления профессий, цирюльника, моэля, 10 профессий, и одна из них врач, в городе должен быть врач, евреи не следуют жить вместе, где нет врача, причем врач как профессия указана, там все, что указано, указаны профессией, то есть кто-то в этом месте профессионально занимается медициной, но есть восстановление, которое, собственно, запрещает евреям обращаться к нееврейским врачам, кстати, оно не соблюдалось никогда, но с самого начала от него отмахнулись, от этого постановления, почему, это такое же постановление, почему нельзя обращаться к неевреям, цирюльникам, бродобреям, да, почему, аргумент это надо читать, в Талмуде получить бездну удовольствия, ежели Гольд начнет брить еврея, обязательно зарежет, у него же бритва в руке, зарежет, но если в публичном месте, то можно, потому что на публике не зарежет не настолько же все-таки это все грубо, точно такие же постановления по всей Европе, которые запрещают хорошим христианам обращаться к евреям по причине по причине что врачам к евреям врачам, по причине того, что еврей обязательно уморит, доброго христианина еврея видят, как уморить добрых христиан, постановления эти просто радуют монотонной повторяемости, причем вулами папоринского, это папоринский запрещает, но кроме него епископа запрещает, и может быть их постановления были бы, как я в таких случаях говорю, их постановления были бы убедительнее, если бы сами они не держали евреев-врачей рядом с собой, это было бы убедительнее немножко, а так держали, нарушали все подряд. То же самое, скажем, 19 век по Хатам Сойтер, можно ли доверять повитухе Горике? Речь идет запрос из Турции, насколько я понимаю, потому что, может быть, Венгрия, потому что там турецкие слова есть. Значит, ответ, с тех пор, как повивальные бабки стали работать только при наличии фермана от султана, почему я думаю, что турецкий запрос был, ферман от султана, то есть лицензированный в Австро-Венгрии, я не помню, когда в Турции это появилось, но в Австро-Венгрии точно те, кто собирался работать повитухом, должны были получить диплом. Это была работа уже с дипломом, это уже не любительская работа. С этого момента можно доверять. вот в формулировках этом сайфер. Но то, что, то есть евреи боялись обращаться, но дело в том, что, ну там в Средневековье, я не буду сейчас рассказывать о профессии врача в Средневековье, это любопытно, еврейские, евреи-врачи в Средневековье, это отдельная любопытная тема. Но, скажем, еврейские общины держали своих врачей всегда, именно своих, не чужих, не гойских врачей, а именно своих. Вот еврейские общины имели право иметь своих врачей, причем, что очень важно, эти врачи не обязаны были иметь университетский диплом. Это каждая община решала сама, а учитывая, что кроме одного университета в Средневековье евреям не давали степень доктора медицины. Только один, по-моему, подуанский университет единственный, который давал евреям степень доктора по медицине. Все остальные университеты просто не давали этой степени. Мэр, можно спросить еще такую вещь? Значит, когда евреи занимаются какой-то профессиональной, непрофессиональной, но деятельностью, которая могла обеспечить им существование, то в те времена, в те века, когда были какие-то специальности распространены, также евреи в некотором смысле были причастны к этим специальностям. Потом в специальности со временем какие-то появлялись другие, новые. то есть они были всегда как бы внутри времени. Какие звездальности появлялись, и они тоже их осваивали? Нет, это сложнее и зависит от страны евреями. Дело в том, что большинство обычно евреям доставалась та специальность, в которой не было гильдии, христианской гильдии. Дело в том, что я хочу обратить внимание. Вот, например, знаменитая гравюра въезд, я уж не помню кого из Кайзера в город Прагу стоят гильдии всевозможные, пекари, башмачников, ну, по списку. И гильдии, и евреи как отдельные гильдии. Евреи не могли вступить в гильдию. Это очень важный момент. С этого момента профессии, которая установлена для евреев, а человек, который не принадлежит гильдии, я хочу обратить внимание, человек, который не принадлежит гильдии, не имеет права заниматься тем ремеслом. По этому поводу, да, теперь, только там, где, значит, по этому поводу евреи имеют право заниматься следующими профессиями, не будучи членами гильдии, я хочу обратить внимание. Они имеют право заниматься обычным ювелирным ремеслом по причине того, что гильдии ювелиров почти нигде не существует, потому что за одного-двух ювелиров в городе гильдию целую строить, это перебор, правда? ну, без гильдийского разгильдяй, то, что вот я хочу обратить внимание к слову разгильдяй, он гильдии не состоит, ювелиры, ничем не простой, еврейские ювелиры ничем не славны, даже не надеетесь, я не слышал про знаменитых евреев ювелиров, ну, если мы не говорим там о 20 веке, например, дом Маршака, Йосефа, по-моему, это то ли брат, то ли двоюродный брат Самуила Маршака поэта, киевский ювелирный дом, очень известный, ну, так, сильно захвативший рынок, очень веселенькие вещи, мне очень нравится такая детская радость, такая вещь, мне безумно нравится работа Маршака, именно вот детскостью некоторой, которая у них там вот всюду просвечивается, такая детская радость именно то, что они делают, но обычно у евреев, значит, теперь вторая профессия, которую они все, это мясники, по причине того, что евреи, так как у них есть гарантии, что им разрешено будет заниматься тем, что нужно для обеспечения своей общины, то, так как есть законы Кашрута, что они имеют право быть, иметь своих мясников, своих пекарей, ну, это понятно, теперь, а евреи выторговали себе право иметь своих ткачей портных, по причине того же закона Шатнеза, что им не годится любая горьская, не любая горьская одежда им годится. Вот эти две профессии и внутри общины, как наемные служащие, которые никого не должны волновать, у них были врачи свои и аптекари свои. Кстати, аптекари всегда в гильдии. И по этому поводу еврей-аптекарь может быть только внутри общины, он не может торговать за стеной еврейского квартала. Теоретически врач, любой человек частный имеет право обратиться к любому врачу. Но там длинные разговоры о том, что, например, контракт, есть, сохранился целый ряд контрактов евреев врачей, которые заключались в общине, их много сохранилось, и, например, что если вообще два врача, то они должны следить, чтобы они не выехали за город вдвоем, что один должен остаться в городе при этом. В каком случае врач выезжает за город? Когда ему пригласил крупный, какой-то знатный человек, который живет за городом в своем имении, да, то есть к ним обращаются. Но, например, кожевники евреи нету в еврейской профессии кожевники. По причине того, что, но, например, профессии, которые Греция, письмо Рамбома о городе Аза, евреи практически поголовно красильщики. Красильщик это сам наимене неуважаемая профессия, какая есть средневеков в мире, одна из самых неуважаемых, очень вредная, кстати, и очень неуважаемая, поэтому как бы евреям спокойно позволяют ей заниматься. Хорошие профессии евреям чаще всего недоступны, вот это, это важная вещь, но мы говорим о средневековом мире. Теперь, когда вы видите, что евреи массово ринулись в медицину, то это произошло из-за того, что медицинские факультеты университетов были на грани закрытия, потому что в университет может поступить только человек, который может оплатить учебу в университете и желает учиться от его профессии. Дворяне не хотят учить медицину, а деньги и купцы не хотят учить. Грязная профессия, тяжелая, грязная профессия. от больных дурно пахнет, ну и так далее. Это романтически в кино все выглядит, на практике, тем более мы в те времена вернемся. Да. И тогда первым, по-моему, был университет в Франкфурте на Одере, не путать с Франкфуртом на Майне, по-моему, он был первый университет, который вдруг сообразил, что есть люди, которые готовы заплатить и учиться, когда у них осталось, по-моему, три человека на всех курсах медицинского факультета, на всех курсах. И тут они поняли, что им сейчас придется закрыть факультет, и тогда они объявили, что они берут евреи. Вот тут Простите, какое это время? Это 17-й век. Спасибо. Это 17-й. Значит, поэтому именно тогда евреи ринулись в медицину, и очень быстро факультеты медицинские были заполнены евреями, потому что их пустили. Их пустили в профессию. Это тогда произошло. И дальше самое фантастическое это в Российской империи читать, что делается евреями врачами. Потому что с одной стороны мы хотим, чтобы их было меньше, а с другой стороны нам нужны врачи. И тут начинается просто песня, вот читать всю эту переписку военных, например, военного ведомства, которое хочет, чтобы евреев у них было как можно меньше, одновременно, чтобы врачам как можно больше. А это противоречит, внутреннее противоречие. И, скажем, во время мобилизации 15-го года, 1915-го года, в городе Киеве, врачей, там половина оказалась евреев. Да. Но это такой период, скажем, в Германии в начало 20-го века евреев что-то до 30-ти процентов на медицинских факультетах. Но это именно евреев пустили. В большинстве случаев главная проблема в том, что дальше я могу вам дать список, где евреев было очень много, и вы быстро обнаружите, что это именно те самые профессии. Скажем, у меня, ну, если я сейчас покопаюсь на полках, где-то есть статистические справочники 19-го 20-го века, еврейские статистические справочники, чем евреи зарабатывают на жизнь по Восточной Европе или в Германии. И вы обнаружите, что подавляющее большинство так или иначе связано с ткацким производством, ну, подавляющее большинство, будем так, больше половины, в большинстве городов. Портные ткачи, причем портные всех классов, всех рангов, кроме больших домов высокой моды, фамилии, вот фамилии, фамилия латутник, да, не самая редкая еврейская фамилия, а вы догадываетесь, что это латать, глагол латать, это портной низшей квалификации. Ну, хотя там фамилии, посмотрите на количество фамилий, так или иначе связанное именно с этим делом, но, например, евреев-сапожников очень мало при этом, и евреи, когда занимаются этим делом, то могу привести все эти письма, это то, что называется холодный сапожник, холодный сапожник, это сапожник без, как называется, не лицензия, а без разрешения на занятие деятельностью, не диплом, не лицензия, я забыл слово, без патента, без патента. Вот среди евреев хватает сапожников, без патента хватает, так. Кому интересно, что такое еврей-сапожник пусть почитает некоторые воспоминания, записанные Моисеем, Израилем Моисеевичем, Розенберг, да, по-моему, нет, Розенфилд, математика, у него папа как раз сапожников. Матом ругался сам великий математик, только так. Впрочем, чтобы было понятно, сам ребеночек в Одессе учился в химической школе специализированной. Правда, не почем, ее сбежали. Но, значит, по этому поводу хороших профессиях, евреев, что такое хорошая профессия? Хорошая профессия юрист. Нету такой профессии для евреев, сокрытая профессия, их не возьмут, не найдут культет юридический. Значит, соответственно, закрытая куча писцы только в еврейской общине. И, скажем, появление евреев в городском управлении, там, скажем, в конце 18 века, в начале 19-го, там длинная история Польши, я не буду рассказывать длинную историю еврейской общины Польши. Поэтому, когда вы говорите евреи занимаются самой модной профессией, это когда им разрешают. В большинстве случаев евреи занимаются так или иначе торговлей. И, собственно, если вы читаете внимательно тому, то хочу заметить, что ничего любопытнее, чем читать современных исследований хороших, хорошей школы старых. Нет, нынешних, которые мне, мне просто не по душе нынешние школы, я не говорю, что она плохая, она мне не по душе. Я, у меня преподаватели, даже израильские преподаватели, если сами не марксисты, то учились все марксисты. В том смысле, что они экономическую сторону вопроса ставят впереди всех остальных. То есть, ну, вот практически все. А идеи, там, история, революция, идеи, это как бы как надстройка всегда у них шла, но я просто у таких людей учился. Сегодня как-то экономическую сторону слабо это самое, но когда-то, вот скажем, в первой половине двадцатого века экономическую сторону вопроса очень внимательно все разбирали всегда. И вот, возвращаясь к теме про Талмуд, эпоху Талмуда, экономику Талмуда, есть совершенно фантастические споры ученых первой половины века Кройса и Гинзбург, такая парочка есть, оба знамениты тем, что очень много внимания уделяли именно Хаей Йом-Йом вседневной жизни. У Кройса есть знаменитый двухтомник, до сих пор регулярно цитируемый, пусть не всегда принимается всегда там, осторожно, он все-таки устарел уже сильно, который называется «Талмудические древности», очень старая книга, но я, например, ее люблю просматривать, потому что это честно, аккуратно собрано, значит, чем занимались, какими предметами пользовались, как была устроена мебель, как была устроена еда и так далее, и так далее, очень аккуратная книга, но, значит, эта парочка спорит вот о чем, все согласны, и тут спорить нечего, все согласны с тем, что в Бавилонии и до, в Бавилонии, да, и после мусульманского завоевания 633 год, и постепенно, когда мусульманский мир, империя распространяется от Персии до Испании, полумесяцем захватывая все, 90% евреев живет именно там, и 90% евреев занимаются сельским хозяйством, это очевидность некоторая, и тот, кто с этим спорит, спорит совершенно зре, вопрос, который эта парочка спорит, он не о том, чем занималось большинство, а вопрос о том, насколько евреи занимались торговлей, крупной и мелкой, вот о чем эта пара спорит, и это серьезно, причем на уровне Кройс утверждает, что евреи в Бавилонии не занимались торговлей, а Гинсбург считает, что это было их основное занятие, высшего класса, те, кто с деньгами, и то, что я сейчас собирался рассказывать сегодня, это, собственно, ровно вот эта тема, вот смотрите, крупная торговка, теперь, я согласен с Гинсбургом, что евреи имеют отношение к крупной торговке, и вот почему, этот аргумент, мне кажется, по-моему, его приводит Ицхетбер, такой ученый, мы смотрим, где находится еврейская община в Бавилоне, по идее, они должны жить там, куда их переселили во времена на выходе на царе, их переселили в провинцию Куфа, Кутий, который вы читаете в Талмуде, провинция называется Куфа, ну, греческое произношение, так как тавы транскрибируются по-разному, то, значит, не важно, значит, по идее, они должны заниматься в советском хозяйстве, но, если я возьму сейчас вам книжку и покажу основные места, где живут евреи, я готов это попробовать сделать, если будет этот вопрос, могу ли я это показать, как-то. Значит, видно вот эту карту, да? Вот обратите внимание на надписи, это вот надписи, которые есть, неважно, сможете вы их читать или нет, вот это еврейские города, вот это карта еврейских городов Вавилонии, это северная часть, район Ефрат, Хидекель и каналы между ними, некоторые каналы, некоторые реки, вы учите, что это равнина и территория, и реки все меняют регулярно русло, но там есть очень много каналов. Обратите внимание, все еврейские, вот все без исключения еврейские города, они вдоль каналов и рек. Это северная часть и такая же карта южной части Вавилонии, обратите внимание, вот все еврейские города вдоль рек. Вообще это неудивительно, что вроде казалось бы, что все и то, что города вообще-то находятся, делаются вдоль рек, это нормально. Вы хоть можете назвать, если мы не говорим о Монголии, но вы можете назвать нормальный город, который не у реки. Это ничего удивительно. но то, что все еврейские поселения идут вдоль главных каналов, вдоль главных артерий уже показывает, что это какая-то связь с торговлей. Неважно какая, это может быть обслуживание торговля. Вот например, вы догадываетесь, если вы читали Бабеля, то вы помните еврейская такая грандиозная еврейская профессия в городе Одессе, да, Одессе, я все-таки не Одессе, но в Одессе. Не помните, да, а главная профессия бендюжник. Бендюжник это грузчик, с вашего позволения, то есть это замечательная конечно профессия, но да, но сказать, что она уважаемая и денежная, это будет перебор. Мой знакомый Михаил Гринберг пытается доказать, что фамилия еврейская фамилия Соболь, когда она еврейская фамилия, то это Соболь в идишевском произношении, что это грузчик. Вот. Значит, по этому поводу, да, то, что евреи занимались именно вот этой малоуважаемой профессии грузчика, то есть нет, профессия любая уважаемая, я хочу заметить, что по Талмуду все профессии уважаемые, есть вопрос не об уважаемости профессии, а то, что называется чистая профессия, да, вот там регулярно наставление Талмуда, причем раз за разом, научив своего ребенка чистой, чистой профессии, вот, что ребенок должен, вот, профессия грузчика, мясника и прочее, они, мясник еще и денежная профессия, они, конечно, любая профессия уважаемая, но грязная профессия, а есть чистая? профессия считается, например, крупная торговля, крупная торговля, не, не, я имею в виду, самое чистое, это учить и передавать традиции. Я сейчас кое-что вам приведу, пример, и вы увидите, я хочу просто процитировать вам одну, сделать одну цитату, значит, трактат по сахим ныне упоминается, Раф пытается учить своего сына Эйво пытается учить профессии и произносится так. И дальше следует совершенно замечательная фраза. Я значит, ну, на арамейском, естественно, все это произносится. Я много старался для тебя, чтобы научить тебя бешамата, научить тебя, ну, талмуду, еврейской традиции. Талмуду не в том смысле, что уметь анализировать мишну, то, что потом превратится в гимна. Все-таки я напоминаю, что Раф и Шумюль это первые амарай вавилонские. Значит, я пытался долго и ничего не вышло. Не было мне помощи в этом деле. Тогда научу-ка я тебя, милый де ам, вещам, связанные с повседневным миром. Всем на свете, что ты продал, то ты можешь в этом не раскаяться как-то сказать, когда пожалел, что сделал. Ты можешь пожалеть, но никогда не жалей, что продал вино. Замечу, вот когда выяснилось, что сын не способен стать рабом, а это не всем дано, просто не всем дано, это же есть люди способные, есть люди не способные. Ну, другой пример. Я уже забыл, кто из мудрецов своего сына привел учиться мастерству, связанное с качеством шелка. и учитель, кстати, слово раф употребляется как учитель, который шелкот качестве. Учитель посмотрел и сказал, пальцы короткие, вся наша профессия длинные пальцы, найдите другую профессию. Все. То есть такие вещи будут. Не дано, человеку не дано стать у него короткие пальцы, он не может стать ткачом или медленные пальцы. Ему не дано стать ткачом. То же самое, не любой человек может стать рабом, даже если он очень хочет. По разным причинам, типа ограниченность разума, которая не компенсируется никаким усердием, как выразились про одного человека. Бывает, я таких видел, людей очень усердных, но вот нету и все. И, кстати, это регулярная трагедия в Гешивах, нету. Вот чего-то непонятно чего, кстати. Он не тупой. Не можно забыть. Чего-то нету, чего трудно сказать, но нету. Значит, так вот, и дальше с чего начинает учитель. Милый Де Алма, на учет то, что нужно в повседневной жизни, он начинает говорить про торговлю вином. Почему? Любая вещь, которую ты продал, ты можешь пожалеть. Почему? Потому что возможно, что если бы ты подождал, то цена стала бы лучше. Да? Всегда такая цель есть. Кроме вина. Вино, ежели продал, то это всегда правильное дело. торговлю, то есть он начинает учиться торговать вином. Почему? Это то, что я в прошлый раз говорил. Проблема в том, что все эти рассказы о старом вне, которое вы читаете, они актуальны более-менее знали только в начале 19-го века. Ну, в конце 18-го, в последней четверти 18-го века. И, скажем, Дидро, когда пишет в энциклопедии, что он слышал, слышал, что есть очень старое вино, которому аж три года, то он рассказывает как миф какой-то. Кстати, не было еще, только слышать надо. Сомневаюсь, что тогда такое было, по крайней мере вино, если мы не говорим о напитках более крепких типа бренди, которое уже было к тому моменту. Ну, думаю, что менее крепкое, чем сегодня, но было. Вот. Вино к Песах главная проблема вина, оно к этому моменту портилось. Старое вино в Талмуде это тому, которому больше месяца, по-моему. Или трех. В общем, период, когда имело смысл тогда пить вино, это праздник Божиле, когда начинается, вот и прикидывайте, в Израиле, когда начинают продавать яйн, Гелулин, да, Божиле, когда первое молодое вино появляется, вот этот праздник, вот это вино уже называется старым в Талмуде, и оно будет старым в Европе почти до конца 18 века, это и будет называться старым виной. Вино не умели хранить. По этому поводу торговли вином, например, вот одна из главных профессий, которые мы видим у мудрецов, которые они очень много занимаются, это торговля вином. Причем, вот давайте, вот торговля, давайте вот немножко, осталось очень мало времени, почему-то, я не понимаю, где мы задержались так долго и что я говорю все это в роте. Значит, вот представьте себе торговля вином, мы говорим по Вавилонию. Значит, две области торговли еврейские, довольно серьезные, это торговля вином и, как это ни странно, кунжутным маслом. кунжут это шумшум, да? Тхина она же. Ну, вот из нее делают. Вот это. Тот из вас, кто помнит Али Бабая «Сорок разбойников», то там сезам «Открой дверь», да? Сезам надо было произнести, сезам было пароль, это одно из масличных культур. Так вот, когда он не может вспомнить, когда он никак не мог вспомнить, какой пароль, то он там произносит шумшум, сим-сим откроет дверь. Сим-сим это шумшум, это тот самый кунжут. Да. Вот. Кунжут в масле единственное значит, в чем дело? Дело в том, в Вавилонии, ну, то, что Вавилония это нынешний Ирак приблизительный, очень плохо с вином, виноградники, очень мало мест есть, где могут расти виноградники, причем, чтобы было ясно, место, где может расти, можно посадить виноградник, и он выращивается, виноград, он, с него налог пятикратный сразу же, государственный налог сразу же пятикратный это по сравнению с любым другим участком. Если здесь есть лоза, возможность виноградной лозы, то налог сразу становится пятикратным. Налог не цена, про цену мы вообще помолчили, а налог. По этому поводу в Вавилонии с вином плохо. Вавилония я говорю про Бавэ в Вавилонии. С вином плохо. Его просто не хватает катастрофы. Дождите, а кому не хватает? Ивреям не хватает? И евреям не хватает, и горем не хватает. А горем зачем оно? Мы их что прошли? Послушайте, вы просто, по-моему, не обращаете внимания на некоторые вещи. Количество историй. Например, по-моему, Раф Хамон как-то пришел в училище, ем решен, повязанный не, повязанный веревкой. Это в Вавилонии, значит, там по одежде носили халат, который, а под халатом ничего. Ну, набедренную повязку ничего. Ну, рубаха могла быть длинная, по-разному, но халат. Халат, вы сами понимаете, что если я бы решал, вот теперь завязать халат, не завязать халат, дома я могу ходить распахнутым халатом, но если я вышел на улицу, а это повседневная одежда, то, естественно, я должен завязать неприлично. Ходить с незавязанным халатом, это на грани эксбицианизма вообще. Вот. Кстати, вся голоха по поводу надо ли подвязаться, что-то на молитву надо подвязываться, она связана с этой одеждой, она связана ровно с этой одеждой. Вот. Значит, по этому поводу обнаруживают, что Равхама пришел подвязанной веревкой. Значит, учитель спрашивает, что случилось у кого-то из учеников, и говорит, он заложил кожаный пышак, чтобы купить вино на кедуш. Вот количество, вот внимательно читаете, и вы вдруг обнаруживаете регулярно, раз за разом. Эти всевозможные прослабления людей, которые идут в Вавилонии на что угодно, чтобы купить вино на кедуш. И отдельное обсуждение виновых и вдова. Я могу рассказать несколько замечательных историй, где, ну, потом, вот отдельно, но вино, это просто очень дорого. В Вавилонии вино просто очень дорогое, это привозной товар. А я готов повторить 125 раз, что вино как привозной товар, как только вещь заходит о дальней транспортировке, то сразу же цена взлетает в сумасшедшем образом. И, например, вот, чтобы было понятно, Галахан, Матриим, то есть читают молитву струбления в шафар о беде, то есть просят всех собравшихся на городской площади, где проходят молитвы общественные. Даже в субботу по поводу падения цен на товар, каких, таких, которые, как это называется, экономикообразующие, от которых зависит экономика провинции. Пример. В Вавилонии при падении цен на лен, на льняную одежду на самом деле, а в Эрецесарейле при падении цен на оливковое масло и вино. Иными словами, вообще внешние поставки вина и оливкового масла больше масла, чем вина при этом. Они просто экономика образуют для Эрецесарей. Для Вавилонии вино никак не является, да, чтобы было понятно, что такое падение цен на товары, это то, что раньше, то, что на те деньги, которые раньше можно было купить, шесть, сейчас можно купить десять. Это падение цен на товар, то есть, я даже пересчитать не могу, на две трети, да, ну, сами прикиньте, то, что, значит, если раньше на сто чего там, динариев можно было купить шесть рубашек, то теперь на них можно купить аж десять. Но речь идет о еврейском вине. Да, конечно, вот здесь тонкость, вино из Палестина поставлялось в Рим, например, масло-то поставлялось по всему миру, и, например, Египет один из основных потребителей еврейского масла, в Египте не растет олива, египетское масло это, ой, я забыл, сейчас я вспомню, значит, в Вавилонии олива тоже не растет, в Вавилонии растет кунжут, тот самый щеншут. И это масличная культура, главная масличная культура Вавилона. И опять, вот обратите внимание, что когда обсуждается Мишна в Таркнате Шаба, что свечи, субботние свечи следует зажигать на оливковом масле, то реакция гемаре вавилонская по этому поводу, так я кунжутно пользуюсь. Потом меня убедили, что оливковое масло как бы светит ярче. Да, почему кунжутным, оно экономно. Это правда. Значит, кунжутное масло просто тусклее, медленнее горит. А тепло, удельная теплоемкость, удельная не теплоемкость, при сгорании называется, сколько тепла отдает. Оливковое масло одно из лучших. В этом смысле оно на ну приличного 900 против 960 по-моему граммов. А парафина тогда не было. А парафина не было, зато нефть была. Нефть упоминается, кстати, в той Мишне, нефть знали. Вонючая! Керосин-то не знали, перегонки нефти не знали. Но нефть упоминается регулярно. Значит, по этому поводу потом все-таки признали, что оливковое масло для освещения лучше, но это понятно, оно лучше. В горении оно намного лучше. Это недостаток, когда на нем жарят, но достоинство, когда им освещают. Оно просто лучше горит. Но в Вавилонии, вот, теперь, в Вавилонии проблема нет оливкового масла, есть кунжутное масло, ну, из растительных масла, а в Египте льняное масло, а льняное масло, оно, вещь, ну, практически несъедобное, вообще-то, чтобы вы знали. Ну, это как, оно техническое, скорее, ну, его ели, конечно же. Ну, вот, сегодня таким маслом является рапс, да, оно, оно идет в еду, но только вы даже не догадываетесь, в какую еду идет рапс. Оно в маргарине идет. Основной, ну, вот, пищевое значение. Из него маргарин перегоняем. Но, теперь, в Вавилонии кунжут. Значит, и вы удивитесь количества галахи и разговоров про то, например, с сельскохозяйственными. Арендатор подрядил поле с тем, что он посеет кунжут. Вместо этого он посеял пшеницу. И ему повезло в том году экономически пшеница окупилась. Дело в том, что кунжут намного дороже, чем пшеница. И его сеть вроде бы выгоднее. Проблема в том, что кунжут, как все масличные культуры, практически, я не знаю, вот здесь аккуратно, я не агроном. Я не знаю, там, скажем, подсолнечник. Но и рапс, и кунжут, они объединяют почву. Там проблемы в истощении почвы начинаются. Поэтому, как бы поголовно, все не начнут сеять кунжут, просто потому, что, ну, там нужно всякая аграрная техника, не будет. Да? Ну, всякая хитрая аграрная техника нужна была. И в те времена ее знали. аграрная техника, аграрная техника. Но они знали, что кунжут истощает почву. Ну, тоже мне. Несколько лет попробуешь, сразу узнаешь. Не велика наука. Но вот торговля вином, то, что для Вавилонии, любили вино. Но, еще раз, в Вавилонии почти всегда это превосносит на которой плотно сели гибриды. Ну, как и. Вот давайте. Самая первая история про вино, которое я знаю, самая древняя история про Вавилон и вино, она, вы долго будете смеяться, у Геродота. Значит, вино поставляет в поставке вина из Армении. Только учтите, что Армения тогда, это не нынешний пятачок земли, а это намного больше великая Армения. Это большое количество. которое вся Грузия включала. В конце концов, только грузинам это не говорите. То есть, они это знают, но предпочитают не помнить. Да. Значит, они по Тигру, Тигр, в истоке Тигра, они там в Армении великой находились, по Тигру спускают корабли, круглые, круглые корабли. Эти корабли упоминаются в Талмуде. Я, вот вы поверьте мне, откуда я знаю, что надо посмотреть, это вот Геродотом был. Значит, они по Тигру спускают корабли, которые выглядят как, как бы это назвать, байдарк переросток. Значит, ставят шпангоуты из, скорее, лозы из веток, обтягивают шкурами, запихивают туда солому, а на нее кладут товар и спускают по Тигру. Да, на корабль берут несколько ослов, после чего сгружают, так вот, основной товар, который не везут, вино. После чего сгружают товар, разбирают свой корабль, потому что вверх по Тигру подняться невозможно, разбирают корабль, шкуры грузят на ослов, все остальное продают, с удовольствием и еще там проблема лесов между речью, вообще-то не забудьте. Прутья, из которых вот шпангоуты, остров корабля сделан, продают, солому тоже, кстати, продают и возвращаются домой. Кстати, эти корабли описаны вот прямо в Тому. И, скажем, вот, когда я говорю о том, что евреи, я просто приведу пример, потому что я хочу говорить о торговле вино. Значит, это армяне, это не евреи, это армяне, но вот, скажем, законы, связанные с... Подожди, мэр, а зачем в Талмуде про эти корабли, если это ведь, но не отчетно. Те же корабли, есть рассказы в Талмуде, вообще-то, чтобы вы знали, точно те же самые корабли по Тигру очень трудно было подниматься. Я понимаю, но они... но хорошо, но эти корабли... поднимаются в Талмуде, и то, что корабли, которые ходят по рекам, это корабли такого типа, у меня простое доказательство. Груженый корабль с осадкой, прямо в Талмуде упомянуто, он подходит к берегу, на... значит, там, где глубина чуть больше 10 ладоней, 80 сантиметров. 80 сантиметров, значит, обычный письменный стол, да, 75, наверное, сантиметров стандарт где-то, ну, и обеденный стол такой же высоты, как бы принято сегодня. Вот, 80 сантиметров. Теперь вы понимаете, насколько неглубоко сидит корабль. То есть, это вот такого сорта корабли, вот, байдарки, переростки, это сам. Такие корабли ходили по тогдашним каналам и рекам. Это основной форму грузового корабля, которое было. Он легкий, его в разгруженном виде легко перетащить. у него огромное количество достоинства этого кораблика. Хотя, да, ходил он в тех краях по Гефрату и Тигру до 19 века. Вот именно вот эти вот байдарки, вот круглые корабли их называют регулярно, но имеется в виду то, что я описал, с шкура на остров корабля. Евреи, вот описание таких вещей. Таких кораблей есть. Значит, корабль подплывает к берегу с товаром там, где глубина до 80 сантиметров, то есть осадка таящая, и грузчики заходят в воду и начинают принимать товар и нести к берегу. Это вот описание помнят. Значит, еврейских вот этих кораблей, которые возили товары, достаточно. много. И, например, вот такая пикантная история, как Рав Папа и, по-моему, Рав Уна нанимают корабль, чтобы перевезти их груз. Значит, они купили груз и собираются перевезти по рекам куда-то, вот эта карта замечательная с реками и каналами, которые я показал, куда-то перевезти этот груз. При этом сделка, еще раз, мы говорим о четвертом, по-моему, веке новой эры. в контракте, прямо в контракте зафиксировано, что капитан корабля несет ответственность за, решает все трудности его, все неудачи по пути его. и Нагар-Манка, канал, по которому они плыли, то ли канал, то ли река. Еще раз, на современных картах все эти реки выглядят совсем по-другому, длинный рассказ. Почему, как, длинный, длинный рассказ? Значит, река обмелела, они не смогли пройти. Значит, те, кто, наверное, Раф Папа и Раф Вуна, по-моему, все-таки, говорят, что вы же подрядились, независимо от трудностей это сделать, нанимайте основ и перевезите там. Опять, перевозка по суше стоит намного дороже, чем перевозка по реке. Причем, кратно. Речь идет о огромном. Значит, совсем они явились кровя на суд. Рова, судья, выслушав стороны, сказал им, белоснежные лебеди, белоснежные гуси, сдирают шкуру с ближнего своего. И постановил в пользу капитана корабля, шкикера. Почему? Просто заявили, что это форс-мажор, что обмеление этого канала это форс-мажор, за который никто не несет ответственности. Ваши проблемы, господа, вы не имеете права. Кстати, он пару раз решал против вот этой парочки дела и всегда вот говорил именно так. Белоснежные гуси, которые сдирают гуси, но лебеди лучше, звучит лучше, сдирают шкуру с ближнего своего. Но обратите внимание, что вот эта торговля по реке и, кстати, среди всего прочего, в списке работ, которые не рекомендовано учат детей. Последник, погонщик верблюдов, ну, тот, кто ходит с караванами, с верблюдами, Сафан, тот, кто перевозит грузы по реке. Это тоже плохая цель. Тяжелая, грязная, с сомнительными достоинствиями. Но обратите внимание, что я так по ходу дела вынужден прибегать. Мы получаем законы, явно связанные со страховкой. Законы, связанные с училищами. Как только мы доходим до крупной торговли, мы переходим в область экономики. Я кончаю дозволенные речи и так затянулось. Я не понимаю, почему так долго получилось. Честное слово. Мне казалось, что я должен рассказать несравненно больше, как мне. Как так получилось, что я здесь застрял? Я тебе помешала. Я тебе задавала другие вопросы. Я думаю. Да. Из-за меня. Спасибо. Зато очень интересно. Да, мне тоже так кажется. Я понял, что не надо читать, не надо было мне брать теорию экономической. Теория получилась какая-то совершенно недоуниверситетская, потому что я боялся слишком сложно рассказывать. И недопопулярная, потому что я хотел стройно рассказывать именно экономику. Я понял, что я не прав. Мне, кстати, много лет не получалось. Надо в обратную сторону идти, от конкретных историй к закону. Я понял, действительно. Ну, как могло, было совершенно замечательно. Спасибо, Мейер. Ладно, всем всего доброго. Всем счастливо. Пока, посередине. Спасибо. Пока, пока, Саш.